Ракетные обстрелы Российской Федерации совершаются по всей территории Украины. И сегодня, как обычно, к сожалению, каждый день у нас атакуются несколько областей. У нас рушатся гражданские объекты, то есть этажовые дома, садики, больницы. И для того, чтобы остановить эту безумную войну, которую трудно было себе представить мирным гражданам в 21 веке, для этого надо оружие. Дело в том, что Россия готовилась к войне не последние 8 лет, которые она воюет в Украине, а начиная с момента распада Советского Союза. И та политика, которая велась Российской Федерацией, как бы основанная на том, что Российская Федерация гарантирует какой-то мир и поэтому имеет право владеть, например, ядерным оружием, конечно, это все был фарс и, конечно, это был огромный обман для всего мира. Это должно стать уроком. И все это время, начиная с 91-го года, Россия тщательно готовилась к войнам не только, скорее всего, на территории Украины. И поэтому действительно запасы вооружения большие, армия большая. И на сегодня мы видим этот результат. Россия готова воевать долго, и поэтому остановить ее можно только совместными усилиями стран Запада и доблестью украинских военных, доблестью и профессионализмом. Насколько вероятна атака, повторная атака с северного направления, с территории Беларуси, вместе с белорусскими войсками или просто с территорией, насколько этот риск на данный момент высок? Россия оставляет ключевой своей целью полный контроль над всей территорией Украины. То есть даже те области, которые уже были освобождены от российских захватчиков, тем не менее, учитывая, что сейчас идет война в активной фазе, тоже находятся в зоне риска, давайте скажем так. И тот факт, что ракетные удары сегодня наносятся абсолютно по всей территории Украины, то есть нет региона, который бы был сегодня застрахован от ракетных ударов. Это говорит о том, что Россия собирается долго воевать и все-таки реализовать вот эту конечную цель. То есть не какой-то один из регионов, а все-таки полный контроль над всей территорией. И поэтому мы к этому готовы к развитию любого сценария. Но и Запад должен понимать, что если они не остановят Российскую Федерацию сейчас, то Российская Федерация не остановится и на территории Украины, пойдет дальше. Потому что аппетиты и амбиции Российской Федерации гораздо шире и больше, чем территория Украины. Амбиции Российской Федерации